Добрый день! В эфире Илья Вунг ТВ и с нами на прямой связи эксперт по Южному Кавказу Андрей Григорьевич Орешек. Есть такое мнение, на мой взгляд, близкое к истинаму, что власть сознательно работала на низкую явку, прекрасно осознавая, что высокая степень политизированности населения не сыграла бы в ее пользу. Ситуация, безусловно, тревожная. Мне хотелось бы надеяться, что до открытого вооруженного столкновения и противостояния дело все-таки не дойдет, потому что в этом случае оно с неизбежностью вовлечет в свою орбиту соседней страны. Здесь, как мне кажется, позиции сторон действительно кардинально расходятся. Баку наращивает различного рода усилия, связанные с давлением на Ереван, особенно на Степанакер. Российская сторона, в свою очередь, пытается максимально снизить напряженность и способствовать решению острейших гуманитарных проблем, перед которыми оказался армянский край в результате блокады, которая продолжается уже несколько месяцев. Я думаю, что российское присутствие, оно, безусловно, сохранится. Возможно, оно приобретет некоторые новые форматы, но есть те традиционные сферы, в которых, как мне кажется, российскому присутствию в регионе нет альтернативы, и так или иначе оно сохранится. Я думаю, что если бы те люди и те силы, которые вкладывают столь много интеллектуальных, организационных, информационных, материальных, каких угодно следств в распространение этой бредовой, фейковой информации, если бы они все-таки занялись делом и направили бы их на созидание и на конструктив, то, уверяю вас, многие проблемы, о которых мы обсуждаем в российско-армянских взаимоотношениях, уже успешно бы решались, если бы не были полностью решены. Добрый день, Андрей Григорьевич, спасибо, что вышли с нами на связь. Добрый день. Андрей Григорьевич, вчера прошли выборы старейшим города Еревана, избирали мэра, и вот результаты очень были необычные, потому что явка была низкая, и несмотря на то, что многие ожидали победу правящей партии, этого не произошло, правящая партия не набрала 50%, оппозиция тоже, в принципе. Вообще, как вы оцените результаты этих выборов? Большинство наблюдателей из Армении, с кем приходилось общаться и обсуждать эту тему, в общем, обращали внимание на вероятность низкой явки, как следствие, с одной стороны, усталости, апатии населения, определенной разочарованности его в политике, как эффективном средстве решения социально-бытовых и иных внешнеполитических проблем, которые стоят перед Арменией. И, несмотря на то, что, конечно, выборы вроде как местные, но, с другой стороны, мы понимаем, что Ереван – это почти 40% избирателей, 40% населения, и от них многое зависит во внешней политике и во внутренней политике особенно, с учетом, так сказать, тех политических тяжеловесов, с позволения сказать, которые от правящей партии, так сказать, баллотировались на этих выборах. С одной стороны, то, что я сказал, это апатия, определенное разочарование, а с другой стороны, конечно, мы понимаем, что действующая армянская власть, ну, как-то даже для любая власть, кстати говоря, поднаторели в сверстных манипуляциях, в способоподействия на общественное мнение, ну, в данном случае есть такое мнение, на мой взгляд, близкое к истинам, что власть сознательно работала на низкую явку, прекрасно осознавая, что высокая степень политизированности населения не сыграла бы в ее пользу. Ну, и результаты мы видим, они такие, какие есть, они, я так понимаю, не полностью удовлетворяют гражданские договоры, потому что они, как вы правильно выразились, высказались, не собрали абсолютного большинства, но, с другой стороны, они набрали больше всех, и теперь, наверное, будут это использовать в своей пропаганде, в своей, так сказать, информационной деятельности, и будут всячески препятствовать формированию некой оппозиционной коалиции. Вот, как мы знаем, партии, собравшие второе и третье место, занявшие второе и третье место, они, в общем-то, относятся к оппозиционным колоннам, ну, хотя это разнородные силы, мы понимаем, что национальный конгресс связан с Айком Марутианом, вот, Айк Марутиан и сделал имя, насколько я понимаю, этой малоизвестной партии, ну, мать Армения, блок, да, если я не ошибаюсь, блок Андроника Таваняна, он, значит, уже искрывает своих оппозиционных настроений, вот, и, насколько я понимаю, для вот этого блока выборы в Ереване хорошая стартовая площадка для того, чтобы попытаться консервировать здоровые оппозиционные силы в преддверии, значит, парламентских выборов, которые, как мы знаем, в силу специфики политической системы современной Армении являются основным событием внутри политической жизни этой страны. Блок, мать Армения получил неплохой, как мне кажется, результат, и особо мне хотелось бы отметить оглушительный провал страны для жизни, да, партии, которая многими наблюдателями ассоциировалась с Рубеном Варданяном, политической силой, которая достаточно неплохие показатели, достаточно неплохо выступала на муниципальных выборах, на региональных местных выборах в предшествующие годы. Вот, однако сейчас, вот, если я не ошибаюсь, чуть более трех процентов, конечно, это такой серьезный показатель, свидетельствующий о том, что запрос Республики Армения на третью силу, которая не была бы связана с одной стороны с действующей властью, а с другой, прямо не ассоциировалась бы с бывшими властями, он сохраняется, и он по-прежнему актуален. Говоря о внешней политике Армении, вот буквально на днях армянская сторона заявляла о серьезных разногласиях по пунктам мирного договора с Азербайджаном. Наблюдается также скопление войск на границе с Арменией. Вот, какие процессы сейчас происходят, потому что некоторые эксперты вообще говорят о возможном каком-то открытом военном конфликте. Да, ситуация, безусловно, тревожная. Мне хотелось бы надеяться, что до открытого вооруженного столкновения и противостояния дело все-таки не дойдет, потому что в этом случае оно с неизбежностью вовлечет в себя, вовлечет в свою орбиту соседней страны. Мы знаем, что Исламская республика Иран выказывает непосредственную тревогу за южные границы Армении. Эта тревога выражается в том числе и в массированных передвижениях войск по берегам Аракса. Мы знаем, что Азербайджан действительно наращивает политическое и дипломатическое и силовое давление. Частью этого давления являются тоже различного рода войсковые маневры. Одновременно идет ни шатка, ни валка переговорный процесс на разных уровнях. Возвращаясь к первой части вашего вопроса относительно мирного договора, скажу откровенно, мне и самому это интересно. Я пытался понять состояние данного трека, данного процесса в ходе различных мероприятий Российско-Армянского медиафорума, который состоялся, который проходил с 6 по 8 сентября этого года в Ереване. Я получил в определенном смысле подтверждение некоторым своим предположением, которое заключается в том, что камнем преткновения по-прежнему остается карабахский вопрос. Армянская сторона настаивает в рамках признания территориальной целостности Азербайджана в бывших советских границах имплементацию международного механизма обеспечения прав и безопасности Армян-Нагорного Карабаха. Бахут выступает категорически против этого. Это, насколько я понимаю, основной камень преткновения, на фоне которого другие проблемы, в частности, демаркация и делимитация границ, анклавы и все такое прочее. Это, конечно, тоже очень важно, но это все-таки несколько отходит на второй план. И это, насколько я понимаю, можно было бы продвигаться по пути решения этих проблем, если было бы, если удалось бы прийти к согласию относительно карабахской проблемы. Здесь, как мне кажется, позиции сторон действительно кардинально расходятся. Баку наращивает различного рода усилия, связанные с давлением на Ереван и на особенности Панакет. Российская сторона, в свою очередь, пытается максимально снизить напряженность и способствовать решению острейших гуманитарных проблем, перед которыми оказался армянский край в результате блокады, которая продолжается уже несколько месяцев. Мы знаем, что определенные подвижки здесь есть. Это, прежде всего, усилия российской стороны, которые не учились не вчера, которые, возможно, не всегда имеют характер каких-то публичных переговоров, в отличие от широковещательных заявлений и действий иных западных политиков, американских, французских, эти заявления и широкие жесты не имеют реального продолжения. А российские усилия, несмотря на то, что они предпринимаются в крайне сложных условиях, и следствием являются, как мы видим, буквально события последних двух дней, все-таки частичное решение проблемы доставки гуманитарной помощи по обеим направлениям. И по Акганскому направлению, и по Берзорскому, и Волочинскому направлению. То, что российская сторона через Министерство иностранных делали, это что-то были публичные заявления, говорилось об этом с самого начала. Ну, мне очень хотелось бы надеяться, что этот процесс, так сказать, продолжится, что проблемы, гуманитарные проблемы, острый продовольственный кризис, возникший в Нагорно-Карабахской республике, в Нагорном Карабахе, в силу ряда обстоятельств, что он все-таки будет решаться. И мне очень хотелось бы верить в то, что здесь не будут чиниться искусственные препятствия, не будет особых провокаций. Если не произойдет чего-то экстраординарного, то, мне кажется, этот вопрос может позитивно решаться. И сейчас в условиях, так сказать, наступления осени, в общем-то, уже холодов, если не холодов, то заморозков, что очень неприятно порой ощущается в этих горных краях, мы знаем. Ну вот, это все, безусловно, крайне важно. Вот вы говорили про процесс переговоров. Недавно Турция выступила с предложением провести четырехсторонние переговоры с их участием. Армения, Азербайджан, Турция и Россия. Что это? Новый формат переговоров или стремление вывести Иран из этого формата? Вот к чему вот это предложение? Ну, правильно, да. Правильно обратили внимание на отсутствие Ирана в переговорном формате, предлагаемом президентом Турции или джетом Таидсом Азбагана. Я хотел бы обратить внимание, что они не только относительно Карабаха так действуют. Например, они предложили некий переговорный формат, связанный с Сирией, да. Примерно в таком же, в таком же, ну, как бы, по аналогии, да, по аналогии с Нагорным Карабахом. Они предпочитают действовать и стремятся действовать в Сирии. Турция решает свои вопросы, решает посредством вот такого дипломатического, дипломатической активности, пытается окончательно закрепиться в не только в Нагорном Карабахе, по периметру Нагорного Карабаха, но и на Кавказе в целом, она пытается поставить российское присутствие в регионе на пользу собственным интересам. Вот это тут рода то, чем они занимаются и в Сирии тоже. Это такая серьезная, так сказать, креативная, я бы сказал, дипломатия. Например, что, если пофантазировать, то можно представить себе, что в ходе этой четырехсторонней встречи, если, конечно, она будет согласована, турецкая сторона так или иначе поднимет вопрос об интеграции российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе с тем российско-турецким мониторинговым центром, который, как мы знаем, действует в Лагданском районе. И что это будет? Это будет означать новое качество присутствия Турции уже и на земле, как я понимаю. И, скажем, новую степень информированности турецких партнеров о том, что происходит. Это все достаточно такие сложные вопросы. Я думаю, что они могут обсуждаться и в рамках двусторонних российско-турецких контактов. Что касается, вот, упомянувшись и вами четырехсторонней встречи, то мне, честно говоря, сложно представить, как она может состояться в содержательном плане без участия того же Ирана. А вот резкое обострение отношений Армении с Россией. Как известно, были предприняты некоторые шаги недружественные со стороны Армении, вследствие чего посол был вызван в МИД-РФ. Вот чем обусловлено подобное поведение Армении и какие последствия могут быть? Вы знаете, негативные тенденции зрели не вчера, мы знаем, и даже не пять лет назад они начались, они начались гораздо раньше. Но по законам диалектики, очевидно, количество на определенном этапе переходит в качество. Вы понимаете, в чем там проблема? Это не только вербальные заявления каких-то отдельных политиков, имен которых даже я не хочу называть, они всем известны, на которые российская сторона так или иначе вынуждена реагировать. Реагировать и вынуждена ввязывать в эту полемику в стиле «сам дурак». Дело еще и в том, что предпринимаются конкретные шаги, которые вызывают обеспокоенность в России. Я могу назвать три таких сюжета, хотя на самом деле их больше, наверное. Первый сюжет связан с отказом армянской стороны от размещения на границе мониторинговой миссии ДКБ год назад. Мы понимаем, что это было сделано под политическим предлогом, под формальным предлогом, и уже тогда было ясно, что это сознательный выбор в пользу европейской миссии, европейской мониторинговой миссии. А европейская мониторинговая миссия в Армении является калькой с европейской мониторинговой миссией на Украине. А мы знаем, чем занимается и занималась европейская мониторинговая миссия на Украине и какие ее были геополитические приоритеты. Если этот инструмент внедряется в Армении и расширяется за счет новых офисов и прочих элементов присутствия уже непосредственно на Земле, то мне сложно сказать, как это позитивно будет сочетаться с российским присутствием в республике Армения. Наверное, рано или поздно здесь возникнут некоторые элементы противостояния. Мне очень не хотелось, чтобы Армения пошла в этом плане по пути Сирии, о чем сейчас многие говорят в таком уже достаточно прикладном пути, когда некоторые части национальной территории просто по факту не контролируются действующими властями. Это первый сюжет. Второй сюжет связан с биологическими лабораториями в Армении. Я не буду его особо расшифровывать, но мне кажется, здесь тоже есть что обсудить. И есть, так сказать, повод для, скажем, взаимного непонимания между сторонами, которое, как мне кажется, еще можно исправить с опорой на те документы и заявления, которые подписывались, в том числе на уровне глав государств в прошлом, в апреле, если не ошибаюсь, прошлого года. И третий сюжет, это, конечно же, ратификация Армении римского статуса международного уголовного суда. Мы знаем, какие соображения, какие аргументы звучат в деревне на этот счет. Эти аргументы несостоятельны, как мне кажется. Уже хотя бы не только потому, что Азербайджан не является участником этого статуса, не является объектом деятельности международного уголовного суда, но и хотя бы потому, что подавать соответствующие иски можно даже не находясь в системе международного уголовного суда. А их продвижение и непродвижение – это сугубо политический, геополитический вопрос. Так что этот шаг армянских властей, он, конечно, не может не рассматриваться в России в контексте той юридической войны, которая была развязана и продолжается западом против России и ее руководства. Ну и это, безусловно, вызывает вопрос, а это не способствует доверию в двусторонних взаимоотношениях. Вот. Некоторые сюжеты, на мой взгляд, искусственно преувеличиваются, в том числе и российскими средствами массовой информации. Я имею в виду, например, сюжет, связанный с учениями имени Национальной гвардии Канзаса, если не ошибаюсь, уже не первыми. Но вот то, что я тех трех эпизодов, которые я упомянул, кажется, они достаточно серьезные в плане, так сказать, дальнейших обсуждений, чтобы, ну, по крайней мере, была ясность у сторон, что ожидать друг от друга в этой связи. Вот вы сказали, вот эти, упомянули армяно-американские военные учения, то есть вы не считаете это чем-то таким сверхнеобычным. Тогда Пашинян это обосновал необходимостью диверсификации внешней политики и сферы безопасности. Ну, символически понятно, что появление, так сказать, даже, если я не ошибаюсь, два американских генерала, возможно, эти учения несут какую-то еще, так сказать, подкладку, что, кстати говоря, наши западные бывшие партнеры могут выкинуть, да, подкладку за рамками публичной легенды миротворчества, да, которыми эти учения уже не первые подобного рода мотивируются. Мы знаем, что Национальная гвардия Канзаса достаточно давно, так сказать, взаимодействует с миротворческой бригадой, с вооруженными силами Армении в целом. Относительно, значит, активизации постороннего сотрудничества с Америкой, да, и с другими странами, мне кажется, здесь важно направление реформирования вооруженных сил в Республике Армения, чтобы они были так или иначе боеспособны, да. Если Ереване разочарованы в, значит, Крым России как в плане, так сказать, безопасности военно-технического сотрудничества, то если мы увидим, так сказать, четкую концепцию, ориентированную, скажем, на Запад, мы уже тогда будем делать, значит, некоторые выводы. А так, мне кажется, здесь сохраняется некая амальгама, да. То есть, с одной стороны, с Россией связи окончательно не разрываются, с другой стороны, приобретаются некоторые образцы вооружений в Индии, да, натовского стандарта, если я не ошибаюсь. Вот. Много разговоров, так сказать, о том, что французы помогут, разговоры, на мой взгляд, в пользу бедных, но, тем не менее, наверное, на какую-то часть общества они действуют. То есть, чем больше мы будем пребывать в состоянии такой неопределенности, и, опять-таки, чем больше будет возникать разных вот таких непонятных вещей, тем, конечно, сложнее нам будет вести откровенный диалог. Вот. В интервью итальянскому изданию Хашинян заявил о постепенном уходе России из региона. Он также сказал, что однажды можем проснуться и увидеть, что Россия ушла. Может ли быть такое? Я не думаю, что Россия уйдет из региона. Вот. Хотя, конечно, какие-то, так сказать, сферы взаимодействия с государствами бывшего советского Закавказья могут интерпретироваться по-разному, могут развиваться по-разному. Мы помним, как в свое время скоропостижно Россия выдала свои военные базы из Грузии, да? Сферы Запада Грузии саджали в первой половине 2000-х годов. Ну и мы видим, что это привело к неблагоприятным процессам, в том числе и военно-политическим, потому что святое место, как известно, пусто не бывает. Сейчас на Кавказе крайне сложная ситуация. Мы это прекрасно понимаем. Но помимо России и коллективного Запада, Европы и Соединенных Штатов, мы знаем, что достаточно серьезный интерес проявляют к региону Исламская Республика Иран, Китайская Народная Республика, которая реализует крупноэкономические проекты. Вот я так понимаю, что уже в Грузии и Армении на очереди. А это, так сказать, не знаем, какое китайское посольство, кстати говоря, в Ереване, соперничающиеся по пространству, так сказать, с американским. Я думаю, что в формате формирующегося многополятного мира и тех новых альянсов, которые, в том числе и с участием России, и ее восточных и южных партнеров сейчас оформляются, я думаю, что российское присутствие, оно, безусловно, сохранится. Возможно, оно приобретет, так сказать, некоторые новые форматы, но есть те традиционные сферы, в которых, как мне кажется, российскому присутствию в регионе нет альтернативы, и так или иначе оно сохранится. В последнее время в армянском обществе активно муссируются слухи о возможном госперевороте. В связи с этим говорили даже о переброске 12 тысяч бойцов Вагнера. Вообще, с чем связаны эти слухи? Да, как раз эти слухи я хорошо помню. Они как раз были вброшены вечером 8 сентября, в заключительный день работы нашего российского армянского медиафорума, в котором я принимал участие. И потом эти слухи совершенно абсурдны. Я тогда говорил об этом в прямом эфире одного из телестудий, что это слухи полностью лживые и нацеленные на дальнейшее усугубление негативного климата в российско-армянских взаимоотношениях. А то, какой канал их распространяет, опять-таки мы все этот канал знаем, но мы не будем его рекламировать, мы прекрасно знаем с кем и с чем он связан. Они, так сказать, порождают определенные размышления на эту тему. И вот вы знаете, различного рода слухами ведь сопровождаются и сопровождались и ереванские выпоры, которые завершились накануне. Слава Богу, завершившиеся без стрельбы, без каких-то, так сказать, эксцессов. Но, тем не менее, эти слухи были. Они долетали и до Москвы тоже. Мы не будем указывать, опять-таки, пальцем на те силы, которые эти слухи распространяли. Но, опять-таки, понимание этой динамики заставляет задуматься о многом. Я думаю, что если бы те люди и те силы, которые вкладывают столь много интеллектуальных, организационных, информационных, материальных, каких угодно следств в распространение этой бредовой, фейковой информации, если бы они все-таки занялись делом и направили бы их на созидание и на конструктив, то, уверяю вас, многие проблемы, о которых мы обсуждаем в российско-армянских взаимоотношениях, уже успешно бы решались, если бы не были полностью решены. Но мы понимаем, что есть определенные внешние силы, которые заинтересованы именно в таком максимальном обострении, передании армянской внутриполитической повестки армяно-российской, максимально нервозного, максимально враждебного, так сказать, токсичного, как это модно сейчас выражаться, характера. Я думаю, что этому надо всячески противостоять и в меру своих скромных возможностей пытаясь это делать. Андрей Григорьевич, вот еще одно важное событие произошло за последний месяц. Это отставка президента Арцаха и избрание нового. Может ли это как-то повлиять на ситуацию вокруг Арцаха? Я надеюсь, что это повлияет в позитивном смысле, потому что мы помним, какими тоже бросами и, скажем так, деструктивными акциями сопровождался весь вот этот вот процесс переформатирования власти в Нагорно-Карабахской республике. Насколько я понимаю, нынешний ее глава Самбел Шахраманян имеет опыт участия в переговорном процессе и, значит, при последничестве, переговорном процессе с Баку, я имею в виду, в том числе и при последничестве российской стороны. Если я правильно понимаю, то вот позитивные подвижки, связанные с решением острых гуманитарных проблем в Арцахе, они связаны в том числе со стабилизацией общественно-политической ситуации в республике. Мне хотелось бы надеяться, что, в общем, позитивные тенденции здесь будут продолжены, и что все-таки те разнонаправленные векторы и движения, и общественные силы в Нагорном Карабахе все-таки будут действовать сообща, без экстремизма, без каких-то, так сказать, показных акций, призванных продемонстрировать негативное, якобы негативное отношение местных жителей к российским миротворцам. Мы же прекрасно понимаем, что все это подхватывается максимально в Баку, под Пасы, и соответствующим образом раскручивается, в том числе и здесь. Вот этого вот негативного, водоворота негативной информации, в такой волонке. Я думаю, что нужно всячески стараться избежать. Андрей Григорьевич, большое спасибо, что вы делили время, и спасибо за интересное интервью. Спасибо вам большое. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова